Пора посевов в южных регионах уже давно прошла, а вот для мурманских аграриев она в самом разгаре. Механизаторы трудятся на полях с раннего утра до позднего вечера. Ну а цель самая простая. Хороший урожай обеспечит поголовье буренок вкусным и питательным кормом на всю зиму. О том, благодаря чему и кому северные коровы ставят рекорды по надоям, расскажем далее. К светлым суткам полярного дня и скупому на теплое лето механизатору из Алтая Ивану Васильевичу как будто не привыкать. Он работает на пашне сельхозпредприятия «Полярная звезда» уже второй год подряд. Приехал к дочери и нашел здесь второй дом. Вот только поля в Мурманске не такие огромные, как на юге, и все больше теряются меж сопок. Зато коллектив самый радушный. Коллектив хороший. Хороший коллектив. Нормальный коллектив. Работают все. Пьяных нет. Вот второй год вообще хорошо исключительно. Все, работаем как положено. Хлопоты аграриев не каприз, а необходимость. Без питательного силоса, богатого белком, никаких рекордных удоих буренок и речи идти не может. Семена кормовых культур закупают в Чувашии. У нас разнотравная смесь из овса, ячменя и даже гороха просто не успевает вызреть. Ну а сам процесс посева на любой широте и спокон веков одинаков. Меняется только средство труда. В данном случае это надежные финские тракторы. Надой на каждую корову и 680 коров наших составил 10100 литров молока. Ну это с трудом справляется Североморский молокозавод. Для того, чтобы это молоко было, в прошлом году мы произвели 6620 тонн силоса. Это серьезная цифра. Антонина Киричок приехала на север вместе с мужем Иваном. По образованию она зоотехник. В прошлом году женщина раскидывала соль при заготовке силоса. В этом совмещает ответственную работу сторожа и кухарки. Говорит, климат здесь, несмотря ни на что, лучше, чем в родном Алтайском крае. Там очень жара. Сейчас у нас 36-38. А тут нормально. Не холодно? Нет, я не замерзла. Не жарко. И вообще мне нравится климат этот. На некоторых полях пока еще много воды. Сеять они будут в последнюю очередь. Главное, агроном хозяйства Иван Казарцев признается. Еще вчера шел небольшой снежок. И это в середине июня. И если прошлым летом аномально жаркое солнце и отсутствие дождей заметно сократили количество заготовок, в этом такой проблемы, скорее всего, не будет. В распоряжении полярной звезды 720 гектаров земли. В переводе на понятные для дачников цифры это 72 тысячи соток. Ежегодно механизаторы высеивают на этой территории около 180 тонн кормовых культур. Спасевные обещают расправиться уже через пару недель. Но сезонные работы на этом не закончатся. Придет пора собирать первый урожай. Подрастут многолетние травы. Так что работы аграрии будут заняты почти до осени. Такая активность на общем фоне упадка сельского хозяйства, долгов и предбанкротного состояния некоторых предприятий в регионе кажется чудом, которое так не хочется потерять.